Семь золотых, четыре серебряные и десять бронзовых медалей. С таким багажом из Красноярска вернутся дагестанские борцы, показавшие лучший результат на международном турнире Кубка Ивана Ерыгина. Итоги заключительного дня в сюжете Курбана Рагимова. Ему слово. К заключительному дню соревнований борцы сборной Дагестана подходят в абсолютном лидерстве. Сегодня они претендуют еще на два золота, причем одну медаль высшей пробы придется оспаривать в очном поединке. Вот так болельщики встречали каждый выход главной звезды этого турнира. В финале весовой категории до 97 килограммов Абдул-Рашид Садулаев довершил свое уверенное выступление в Красноярске, одолев земляка из Хасавюрта Шамиля Мусаева. Успешное возвращение спустя лишь четыре месяца после сложной операции внушает болельщикам оптимизм. Танку по силам выйти на прежний уровень. Ну, вы все видели, как публика скучала, видимо, по моей борьбе. И я, в пользу случаем, хочу поблагодарить всех, кто для меня сегодня болел, переживал. Алхамдуллах, все уже позади. Оперировал, прошел реабилитацию полностью, курс прошел. И прошел три сбора. Ну, уже на последних сборах я чувствовал себя очень, на ковре очень хорошо. И мне нужна была такая практика соревновательная. Награду высшей пробы сборная Дагестана ожидаемо принес и Магомед Курбанов. Спустившись на вес ниже, фаворит соревнований встречался с крепким иранцем Мухаммад Мабином Азими и выиграл его со счетом 7-2. Конечно, очень рад и по сопернику. Конечно, иранцы, они ни для кого не секрет, что они функционально, физически, мощные ребята. Работают до последнего. Поэтому был настроен. Очень даже хорошо был настроен. В плане морально. И до конца стоял то, что у меня обычно получается. Поработал. И, альхангла, удавился выиграть. А еще одной победой дагестанских болельщиков порадовал легионер из Белоруссии Магомед Хабиб Кадим Агамедов. Призеры Олимпиады не было равных в самой конкурентной категории до 74 килограммов. В финале махачкаленец взял верх над чемпионом мира из Алании Давидом Баевым. Я выходил и посмотрел на публику. Столько людей собралось. Иногда бывает неприятно. Отсутствие зрителей. Интереса особо не бывает. Посмотрел полные трибуны. Просто думал, получу от борьбы удовольствие. А результат уже давно уже стреписан. То, что для меня и тренер тоже подсказал. Выйди, говорит, с удовольствием. Семь золотых медалей. Всего 21 медаль из 40 возможных. За триумфом наших вольников с трибун следил Сажид Сажидов, прилетевшие в Красноярск поддержать борцов. Ну, не забывайте, я был и спортсменом, был и главным тренером этой команды. И, видимо, какой-то опыт остался, подсказок. Ну, хотя я не сомневаюсь, ни в коем случае в профессионализме наших тренеров, и специалистов, личных тренеров. Ну, а это как бы я сегодня, как болельщик, не могу молчать. И прилететь в такую даль, молчать, сидеть, болеть, не получается. Поэтому, да, это просто начало года, Олимпийского года. И каждая путевка, каждый шанс наших ребят попасть на Олимпиаду, попасть в сборную команду, которая будет на Олимпиаде представлять страны, и, конечно, это для нас важно. И, я думаю, может, какую-то маленькую поддержку, толчок вперед в наше присутствие тоже даст. На церемонии закрытия Сажид Сажидов отметил людей, вносящих свой вклад в успехи дагестанской команды. Помимо президента Федерации борьбы республики Амара Муртузалиева награжден руководитель дагестанской диаспоры в Красноярске предприниматель Кудрат Гаджимахадов. Во-первых, я за команду очень рад. За такую команду, как дагестанскую команду, которая, можно сказать, в мире номер один. Поэтому и для нас тоже, для молодежи тоже это большой праздник. В год один раз приезжать, их встречать, провожать. Это наша гордость. Поэтому мы обязаны встречать, провожать. И это традиция не первый год, это уже практически лет 20-25 продолжается. Сколько Ярыгинский турнир проводится, сколько мы это делаем. Победители Ярыгинского турнира станут главными претендентами на поездку на чемпионат Европы, который уже через две недели пройдет в Бухаресте.